Всем привет, шопоголики! Я сегодня в Дубае, мы здесь на шопинге, и мне хочется показать вам магазин Zara и посмотреть там текущие коллекции, найти что-то интересное, показать вам, посмотреть, насколько они отличаются, например, от Европы, потому что в Милане мы с вами бываем часто. Ну и давайте начинать, пойдемте смотреть. Дальше я иду. Топ-топ-топ! Меня зовут Ксения Робли, я стилист, а также байер. В 2008 году так полюбила заграничный шопинг, что создала свой клуб шопоголиков, и теперь мы летаем вместе с моей командой в Европу на шопинг, в Дубай, в Эмираты, а также в Америку, ведем трансляции из магазинов, из аутлетов, то, что мы находим, все показываем, ну и помогаем доставлять нашим участникам нашего клуба. Все ссылки, как всегда, в инфобоксе. Значит, что у нас будет в этом видео? Посмотрим, чем отличается Zara в Эмиратах, потому что есть свои особенности у этой страны, даже вот уже можно увидеть это все при входе. Ну, вообще, посмотрим, сможем ли мы что-то найти для нас с вами на текущий летний сезон, и досмотрите это видео до конца, покажу пару классных образов, которые я здесь найду. Сразу мой взгляд упал на... Вот-вот оно самое, на самом деле, я его нашла еще зимой, мне кажется, в феврале, наверное, в Италии, влюбилась безумно, причем фишка в том, что это кулон, который сейчас актуален. Мы можем носить его просто вариантом длинным, потому что здесь такая тяжелая штучка впереди и кожаные веревочки. Но мне особенно нравится делать это два слоя, потому что это выглядит динамично, более интересно и также является таким усложнителем нашего образа, делает, так вы знаете, финальный штришок. Вот если просто майку надели, джинсы скучно, надели украшение, уже другой образ, он более интересный, он цепляет взгляд, хочется рассматривать. Рядышком, не отходя от кассы, ткани. Лето это что? Это жара, нам нужно, чтобы было комфортно. Понятное дело, в этом нас будут выручать такие ткани, как лен, вискоза, который тоже нас будет немножко охлаждать. Я, кстати, люблю сочетать именно, когда есть в ткани и лен, и вискоза, потому что в этом случае ткань меньше мнется, потому что это если будет 100% лен, будет, конечно, труднее ухаживать, да, постоянно нужно думать о том, как бы это все погладить. Даже интересно, он такой как раз гладенький, мне кажется, здесь лен и вискоза должна быть, сейчас проверим. Да, 51% вискоза и 49% лен, вообще идеальный состав. Кстати говоря, жилетка, то, что сейчас очень актуально, и очень здорово сочетать будет жилетку не только, например, полноценным костюмом с брюками прямого кроя, со стрелками, но и, например, также прекрасная история с джинсами на голое тело, с футболкой. То есть вот я люблю жилетки за то, что они такой тоже некий усложнитель, который делает образ более интересным. А здесь вариант такой удлиненный, то, что сейчас тоже очень актуально, именно удлиненная форма. Ну и цвет, песочный классика. Так интересно, просто макраме к нам возвращается. У меня это ассоциации какие-то из детства, я ходила в детстве на кружки, где мы действительно плели вот подобные какие-то истории. Расскажите, у кого в детстве тоже был такой опыт. А вот есть даже не только сумки, но и варианты, ну что-то типа тоже плетения у таких вот слингбеков, ну такие прям праздничные, но такая плетеночка. Ну на самом деле, вот я не скажу, что вот мне нравится, я бы это купила. Да, это интересно, у меня какие-то отсылки в детстве, но, наверное, на этом все. Но здесь очень много таких мотивов, если посмотреть, здесь прям вот, мне кажется, например, в Милане, скорее всего, нет этой коллекции, просто потому, что это стилистика и коллекция выпущена именно для Эмиратов. Давайте смотреть дальше, мне хочется посмотреть что-то по цветам, потому что лето, наверное, это яркие краски. Конечно же, это красный, куда же без него. Кстати, очень симпатичное платье, вот, с таким очень красивым разрезом. Кстати, разрезы от нас никуда не уходят, они также актуальны, и действительно, они так аккуратненько дают мне какую-то изюминку. А вот такая драпировка будет очень классно скрывать, ну то, что хочется скрыть, и при этом будет тоже интересной детали. Кстати, драпировка сейчас очень актуальна, разные платья, разные драпировки, то, что сейчас вот прям пик, и нужно это точно заиметь в своем гардеробе, если хочется быть в тренде. Да, и размеров-то, смотрю, почти нет. А XS моего нет, я бы померила. Жаль. А еще мне очень нравится обувь. Мне, кстати, в Zara нравится обувь. Она классная, и по качеству хорошая, и, конечно же, актуальна. Ну, потому что Zara берет у нас все тренды. Вот такие, например, сандальки красивые, с элементом необычным спереди. Любимые. Любимые бусики с жемчужной нитки, которые пока что актуальны. В Италии были очень классные, многослойные, там они прямо отделяются. Короче, классная тема с жемчиком, она пока актуальна, она и так дополняет образ, делает вот таким интересным. Поэтому возьмите на заметку. Вот еще интересные сережки. А можно ли сочетать сережки, например, и... А я бы не стала. Ну, то есть, мне кажется, это уже прям перебор, но особенно такие крупные, поэтому вместе лучше не сочетать. Вот, кстати, есть классные массивные браслеты. То, что сейчас тоже актуально. Кстати, такой же принцип застежки, как у моих коз. Ну, они полегче. У коз, кстати, более вот, наверное, тяжелая такая, назовем это так, бижутерия. А у Зары более облегченная история, но, кстати, красивая. В общем, массивные браслеты точно можно найти у них. Или какие-то вот украшения. То есть, мне прям 100% можно сказать, заходят украшения, какие-то штучки. Обувь классная у Зары. Как, кстати, лофер. Вот она, стилистика Лора Пиано. Как аналог Зара. Мягкие, классные, удобные, я уверена. А еще, кстати, вот такие с открытой пяткой. Тоже симпатичные на лето. Надел тапочки и пошел гулять. Мне кажется, вообще идеально. Ну, кстати, вот сразу тут и сумка, и обувь, и вот такая сумка. Скажу так, у нас с Валей, у Вали в команде есть такая же сумка, только в ткани. В сочетании с кожными вставками. Вы знаете, какая она вместительная? Сумка называется ведро, но при этом в ней очень много всего помещается. Есть удобная магнитная застежка и есть длинная ручка. И очень... А, еще смотрите, даже широкий ремень такой для более спортивных образов. Замечательная история. Летняя сумка небольшого размера, не авоська, в которую нам всю жизнь надо положить. А вот такая аккуратненькая малышка, очень красивая. А вот это мини, вообще леопард. Он у нас так плотненько сейчас в этом сезоне присутствует. Но мне кажется, это такой достаточно уже базовый оттенок, расцветка базовая, которая не то, что она сейчас в тренде, она когда-то выйдет из моды. Мне кажется, она всегда была с нами, но сейчас ее просто особенно много. Если посмотреть вокруг, очень много леопардовых элементов. Ну, это и классно. Вот такое мини-платье. Сейчас найду размер поменьше. С-ка. Оно, конечно, коротенькое. Если у вас рост выше 170, оно прям будет вообще экстра мини. Но смотрится очень классно. Такое прям лаконичное. Добавив немножко аксессуаров. В общем, на лето, если любите мини, присмотритесь к такому леопардовому платью. Оно очень классное. Мы прям с шпаголиками, честно вам скажу, много таких платьев купили тогда в Милане. Трикотажные жилетки тоже. Но они такие более классические. Их будет сложно внедрить, мне кажется, в такие более спортивные образы уже сложно. Но мне нравится здесь элемент необычной пуговицы, необычной, которые привлекают внимание. Но легко будет зацепки поставить. Все-таки это трикотаж. Очень напоминает трибут от Ивсан Лоран. Но это уже Зара. И, конечно, вдохновляются друг от дружки. Я на самом деле себе ищу белые брюки. И пытаюсь... Ой, кстати, сетка прикольная. Вот то, что сейчас тоже актуально. Все прозрачные фактуры, сетки. Тоже будет, кстати, здорово. И мне нравится, вот висит вместе капсулы. Черный, белый. Прекрасное сочетание. Вы знаете, когда боитесь играть с цветом, мне кажется, это очень классно. Возьми черный, белый, и ты уже яркий. То есть не в одном цвете, а уже с акцентами. И вот такой топ классный. Например, под него надеть какой-то топик. И легкая прозрачность вообще будет классно. С брючками, например. Вот, XS. Ой, ну они у нас такие, укороченного формата. Ну вот такой бы пояс я не стала надевать совсем. Потому что, ну, мне кажется, это как-то дешевит на самом деле образ. Если к этим брюкам, вот этот тканевый пояс, не знаю, у меня почему-то отсылка какая-то к прошлому. Я бы сюда надела свой ремень. И я, пожалуй, их возьму с собой тоже примерочную. И, может быть, даже, кстати, вот с этим топом как раз наденем. Да, и какую-нибудь маечку под низ. Это называется бабушкина лукошка. Или оно не так выглядит. Ну, в общем, в любом случае плетеночка. Это точно история про лето. Необычная форма сумки. Очень будет привлекать внимание. Интересный такой становится больше образ. Как вам? Напишите в комментариях, ходили бы вы с плетеночкой. Или это так, думаете? Ну, что-то это очень странное. Я не скажу, что я прямо сейчас, да, все беру, это вот мое. Но это интересно. Я точно знаю, что образ будет с этим работать еще лучше. Он будет привлекать внимание. Он будет таким. Его хочется рассматривать. А вот и та самая сумка, которая есть у Валю в нашей команде. Девочки. Да у нее еще дополнительная вот такая есть. Не знаю, так интересно, сумку в зал поставили. Ну, как бы вообще не продающий вид. Ну, что это такое в бумаге? Это даже непонятно. Надо это снять. Ну, в общем, вот эта сумка, ведерочко, она прям классная. Она удобная, она вместительная. В общем, в принципе, Зара делает классные сумки. Хотя я, у меня нет, наверное, ни одной сумки Зара. Она, наверное, пляжная только была. Но вот к этой модели я присмотрелась. Потому что она действительно такая прям симпатичная. И я по отзывам знаю, что она очень функциональная. А вот эта мне нравится, чем сумка тоже из ткани. Актуальная для лета будет. Смотрите, как здорово. Это же история не только про пляж, хотя пляжи тоже классно будет. Но это история для городского лета. И что мне нравится у этой сумки? То, что у нее есть внутренний вот такой карман безопасности, назовем вот так. Куда можно убрать все свои драгоценные вещи. Мне очень нравится, что здесь есть две короткие ручки. Единственное, если мы за них носим, как будто бы они как ушки болтаются. Наверное, нет. За короткие ручки мы не будем носить. Мы будем носить только за длинные. Вот таким образом. И такой получается очень вместительный шоппер, который будет выручать нас в летнее время, летнюю погоду. Но мне нравится идея, что внутри есть карман. Прям вот эта сумка мне запала. Мне прям она понравилась. А еще сейчас очень актуальна тема пижамных вечеринок, пижамных костюмов. То есть на самом деле мы сейчас пижаму внедряем даже просто, ну не скажу, что прям в офисный лук, хотя это тоже возможно, но в городской образ. То есть смело мы можем, например, надеть вот такие брюки. Как жаль, что нет вообще моего размера. Почему? Все разобрали. И, например, жакет сверху. Какую-то майку и жакет. И это будет очень, очень стильно. И современно, трендово то, что сейчас актуально. Как не переборщить с леопардом? Я бы, наверное, не стала бы надевать все в леопарде. Это либо, может быть, только, мне кажется, аксессуары аккуратненько. Или если это что-то основное, например, платье, то мы уже, это само по себе уже кричащая немножечко, яркая. И нам не нужно здесь еще много-много ярких других элементов. Тогда мы будем как елка какая-то нарядная. Либо если у нас что-то более базовое, простое, например, топ черный, белый, те же самые джинсы. И мы добавляем элементы. Обувь, например, леопардовая, вот такой бант. Ну, какие-то детали, которые будут привлекать внимание. Вот эти рубашки тоже очень хорошие. Чем они хороши? Вот сейчас нет полоски голубой. Мы тогда в Милане с Валей, с Байером из нашей команды, нашли очень красивые рубашки. Мне кажется, как раз вот это и есть фасон. Просто они выпустили новый цвет. Мне нравится здесь то, что это расслабленная форма у рубашки, фасон. У нее очень красиво ложится спинка. Здесь спущенное плечо. И это дает, знаете, образу, ну вот если рубашка вточной рукав, такая строгая офисная история. Ну, это строго. А это расслабленная. И можно по-разному носить. Можно надевать на круфтопе, на майку, на футболку. Можно полностью застегнуть. Можно интересно смотреть. То есть для меня вот рубашка, это такой элемент, с которым мы можем играть и создавать разные-разные образы. Плюс здесь, кстати, полоска. То, что сейчас к нам тоже так усиленно возвращается. Мне кажется, вообще лета, это, в принципе, морская тематика. Обязательно есть полоски разного цвета. Вот я бы сейчас купила, если бы была так голубая. Но, может быть, я еще ее найду. Потому что она прям смотрится очень классно по-летнему. Голубая рубашка, вообще-то, кстати, тема прям лета. Классно будет сочетать с брюками, с джинсами, само собой. Так что голубая рубашка, это прям, наверное, такой must-have. Не знаю, я вот комбинезон, если честно, не очень люблю. Потому что просто это не очень функционально. Как-то надеть, застегнуть. А еще, знаете, не молния, пуговицы. Нет, вот я бы вообще такое не стала бы покупать. Я все-таки за то, чтобы это было еще не только красиво, стильно, за то, что это было удобно и комфортно в использовании и в носке. Король вечеринки этого дня. Это прозрачная сумка-звезда. Ну вот, я не знаю, вот напишите в комментариях. Господи, она меня так ударила по косточке. Это травмоопасная сумка. У меня же будет синяк. Ну вот, как ее использовать? Что туда можно положить? Я даже не представляю. Ты не положишь туда телефон, ну, потому что ты замучаешься открывать. Вообще непонятно, как ее открывать, если честно. Мне кажется, это какой-то эпик фейл на самом деле у Зары. Может быть, это аксессуар? Нет. Понимаешь, нет, написано хендбэк. Бэк, медиум. Это, мне кажется, просто какая-то полная ерунда. Я не знаю, кто с таким ходит. Мне нравится у Сережек, смотрите, сочетание нескольких оттенков Милана. Какого Милана? У меня уже Милан в голове похожа. Несколько оттенков металла. Я просто немножко уже устала после шоппинга. Знаете, уже под вечер начинаешь заговариваться. Ну, классно, что здесь, да, действительно, два оттенка, и они легкие. То есть носить в ушах будет комфортно. Симпатично. Я прям хочу померить, жалко мерить. Никак не получится. Только слепую покупать. Да, леопард с леопардом. Кстати, вот эта юбка мне нравится. Она такая как сетчатая. Прям симпатичная. Если мой размер S, она начинается с S размер, я, наверное, тоже возьму примерить. А еще есть красивый топ. Ну, это вот прям, ну, это на самом деле, хоть и топ-юбка, но это как будто бы платье леопардовое. И тогда, например, с черными аксессуарами, обувью будет замечательно смотреться. Я, в общем, беру на примерку. Вообще, если сравнивать Италию и... Ой, подождите, тут платье красивое. Сейчас расскажу. Я вот там не видела такого платья, и, наверное, я хочу его тоже примерить. Там еще и зебра. Если сравнивать Италию и Дубай, я так скажу, это размеры помещений. Все-таки Италия, Европа, она такая маленькая, и там хоть и огромная зара, три этажа, колонны, историческое здание в центре Милана. Но она все равно компактная. Здесь приходишь, здесь же все такое огромное. Здесь Будж-Халифа самая большая. Дубай Молл здесь самый большой торговый центр в мире. Конечно же, здесь очень просторно, очень комфортно ходить, выбирать. Много воздуха, хорошо дышится. Поэтому в этом плане, наверное, физически мне здесь больше комфортно, нравится. Но не скажу, что я, кстати, здесь вот прям легко нахожу какие-то позиции. Может быть, просто вот как-то сейчас у меня глаз, взгляд не бросается. Прям вот за много всего. Но немножко я все равно взяла, поэтому что-то из этого, я думаю, мне подойдет точно. Еще про отличия. Мне нравится и за счет объема, да, то, что здесь много всего. Прям отдельный корнер с обувью. Прям большой угол. Нет такого в Милане, в Европе я нигде не видела. Даже, кстати, мне кажется, в Испании, прямо в центре Барселоны, тоже нет такого, что вот прям огромный угол с обувью. Нет, ну это есть только здесь, потому что здесь позволяет пространство. Причем целый корнер еще внутрь можно зайти. Здесь у нас сабошлепки, плоский ход. Здесь у нас уже вечерний вариант дальше обуви. Это прям вот классно, что они так все разделяют. Смотрите, отдельное место для оплаты. Причем здесь оплата идет самостоятельно, ну либо с помощью консультантов, что тоже классно. Но можно реально подойти. Все, в общем, оцифровизовано. Скоро вообще человеческий фактор вообще не нужен будет. Ну вот так, чисто на помощь. То есть это вообще совершенно по-новому. Но, кстати, я думала, будет, не будет. Нет, есть и отдельные зоны, стандартные по старинке. Когда ты приходишь и идешь на кассу. Пока стою в очереди. Хочу рассказать про те образы, которые мы нашли в прошлую поездку в Милан. И берем они идеальные. Это идеальные джинсы расслабленного кроя, которые сейчас актуальны. Которые классно будут как с кедами со спортивной обувью, так и с более классической, с туфлями, со слингбеками красными. Которые сейчас приходится отлавливать размеры, потому что очень востребованная модель. И просто они заканчиваются. Это я все к вам говорю к образам, которые прям вот, ну мне кажется, на лето должны быть. Ну, по крайней мере, я себе взяла и думаю, прям классно. Мне нравится то, что сейчас трендово, актуально, модно, стильно, комфортно и удобно. А вообще, как мы видим, ассортимент отличается от Европы, от, ну между собой. Это, конечно, логически понятно. Но чтобы быть в курсе, следить, когда мы находимся где-то в магазинах в Италии на шоппингах. И прямо в моменте ловить все эти обзоры, выбирать, заказывать. То смотрите все по ссылкам в нашем телеграм-канале, все в инфобоксе, внизу под видео. Кстати говоря, одна из особенностей еще. В Эмиратах не пускают мужчин. Даже на самом деле в очереди нельзя стоять. Вот у нас сейчас была ситуация, мужчина занял очередь для своей жены с вещами. Умыскальнили, не отойдите, здесь нельзя быть мужчином. Так что в Европе тоже такого нет, но здесь свои правила. Мы не ищем вон, вон даже горит, приглашает меня. 24, идем, говорит, будем примерять. Но, ой, я зашла, и тут свет такой, опа, и стал более ярким. Вот это приятно, это очень приятно. Теперь им чистоту. Ну, нормально, нормально, чистенько. Не, на самом деле здесь везде чисто. Я хочу сказать, что в дубайских моллах зайдешь в туалет, и там такая чистота. Мне это так, конечно, симпатизирует, что они особенно трепетно относятся к тому, чтобы было приятно. Это, ну, это очень ценно, на самом деле, это очень привлекает. Пошла. В общем, я не разобралась тут вот с этим хвостом. То ли его на шею, то ли его как-то пропустить по телу. Но что мне нравится, например, у этого топа? Здесь очень классная драпировка, которая может скрыть то, что хочется скрыть. Мне нравится материал, очень тонкий и такой приятный. И если это все сочетать с... Ну, вот мне очень нравится сочетание. Черная сумка небольшая, массивные такие дед сэндл, которые дают такую базу, основу, немножко аксессуаров. Вот эту штуку, не знаю, может быть, я бы оставила, может быть, сюда без этой черной штучки какой-нибудь металл бы добавила. И вот такой получается летний образ. Вот где-нибудь в теплой жаркой стране, вечером пойти на ужин. Прям, мне кажется, очень красиво, очень женственно. Вот эта платья, она может быть и красивая, но для меня она не очень функциональна. То есть здесь очень глубокая декольте. И прицепки не потяну, то есть здесь никак не регулируется. И даже не знаешь, то ли вперед, то ли наверх. Ну, в общем, да, может быть, задумка хорошая, если у вас будет третьего размера, то вам будет хорошо. Но вот в моем случае, хотя мне очень нравится, что здесь чуть-чуть уходит от бедра такое раскрешение у юбки. Это смотрится очень женственно, красиво. Здесь даже нет никаких разрезов, но ходить будет комфортно. Прям очень тоже женственно. И такой приглушенный леопардик. Конечно, у меня тут тоже немножко не задалось с размерами. Мне XS вели к брюке. Но я хочу вам показать просто задумку сочетания белых брюк и черных. То есть сочетание белых и черных – это очень яркое и классное сочетание. Когда его не страшно надеть, не страшно там ни какой-то это не красный, не фуксия. А в целом контрастность есть, яркий образ есть. И ведет он, в принципе, в большинство, потому что это базовые оттенки – белый и черный. Ну вот я надела свой леопардик. На самом деле у меня здесь леопардовое платье, которое я вот купила, вот тоже Заре. У него красивая очень спиночка. Очень необычные оформленные декольте. Можно носить без бюстгальтера. Рубашка. Она у меня здесь немножечко помялась. Тоже Зара. В чем ее фишка? Она вроде бы такая с текстуры полоски, но при этом она такая, не знаю, облегченная, комфортная. Кстати, видите, я тут кручу-верчу, запутать хочу. Делаю красивый узелочек. Вот так. Вот так. Вот так. Все, сделали красивый узелочек, рубашка. Очень красивый краешек. И я ее сочетаю классно с джинсами. Ну такой, как второй слой, что ли, рабочий. Тоже здесь скучное плечо. Но при этом можно и полноценно разстегнуть уже полностью, как рубашку. Ну вот я сейчас просто как второй слой, потому что вроде как в Эмиратах нежелательно в торговых центрах ходить с открытыми плечами. Ну вот это я, Zara коллектив. Это кофе. То здесь можно. Получается. Я не пойму, то ли это кафе, то ли это... Подожди, неужели это экраны, можно что-то... Нет. Я уже думала, можно кофе заказать. Нет, ну это что-то интересное. Чашки. Либо это посуда, может быть. Не знаю, что это такое. Ну это что-то интересное. Ну и главное, никого нет. Ладно, хоть робота какого-то поставили. А, да, вот, кстати. Здесь есть кафе? Zara кафе. Все, теперь понятно. Просто даже кафе есть в Дубае. Это как вообще? Получился такой обзор из Zara и Дубая. Надеюсь, вам понравилось. Если да, ставьте, пожалуйста, лайк, пишите в комментариях, что понравилось, что не понравилось, что присмотрели. Может быть, я что-то пропустила вам, что-то зацепилось и понравилось. Кстати, обо всех следующих наших поездках, куда мы в какие страны поедем, где будем делать трансляции из магазинов, где вы можете выбирать и вместе с нами покупать, вы можете следить по ссылке ниже в телеграм-каналах наших клуба шпаголиков. И также, конечно же, подписывайтесь на канал, потому что впереди еще будет больше классных обзоров из наших любимых с вами магазинов.